Начнем выпуск с главного события, пожалуй, всего Северо-Запада, да и не только. В Наринмаре стартовал двухдневный арктический форум при участии секретаря Совета Безопасности России, представителей президента и правительства, а также губернаторов арктических регионов. Напомню, всего в столицу Ненинского округа на международную встречу приехали около 200 человек. Открыли форум докладом на тему «Российская арктическая система мониторинга, управления и связи». Речь шла о том, как необходимо проводить поисково-спасательные учения на нефтяных объектах. Часть гостей, среди которых был секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, губернатор региона Игорь Кошин, а также главы Архангельской области, Республики Коми и Ямала Ненинского округа, побывала на Варанде и им показали, как там работают нефтяные объекты. Эта же делегация чуть позже отправилась в акватории Печорского моря на платформу «Приразломная». Там прошли показательные учения под руководством заместителя министра транспорта России. В учениях было задействовано 7 единиц воздушной техники, 9 кораблей и катеров, а также около 500 человек личного состава. Подробный материал о прошедших учениях на платформе «Приразломная» мы покажем в следующих выпусках новостях. Тем временем некоторые гости Арктического форума уже успели поближе познакомиться с Наринмаром и его достопримечательностями. Делегация из журналистов, экологов, художников и научных работников посетила памятники и социальные объекты. От заполярной столицы все исключительно остались в восторге. Участники Арктического форума почтили память погибших во Второй мировой и возложили цветы к обелиску Победы, памятнику участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, а также памятнику Алено-транспортному эшелонам. После прогулки по Аллее Славы делегация отправилась в детский сад «Семицветик». Там гостям показали и рассказали, как в их условиях растут и воспитываются маленькие северяне. Прежде всего я очень люблю звук Наринмара. И на самом деле много лет назад я забыл о фамилии певца, который озвучил песню «Наринмар мой, Наринмар». Я когда сюда ехал, я ехал с ощущением, что я очень давно знаю этот город. Я пока его еще не разглядел, не было времени, но он мне уже нравится. Также гости посетили аварийно-спасательный центр, Ледовый дворец Труд, спорткомплекс «Норд» и наш знаменитый мясокомбинат.